Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Главы из романа. Глава четвёртая. О том, что случилось с рыцарем нашим, когда он выехал с постоялого двора. Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости подскакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли ему на память наставления хозяина, порешил он возвратиться домой, чтобы запастись всем необходимым. Главное – деньгами и сорочками. Вооруженосца же себе прочил он одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако же для исполнения таковых обязанностей, как нельзя более подходившего. С этой целью он поворотил Рассенанта в сторону своей деревни, и Рассенант, словно почуяв родное стойло, обнаружил такую резвость, что казалось, будто копыта его не касаются земли. Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа, из чащи, до него донеслись тихие жалобы. Точно кто-то стонал. И, едва заслышав их, он тотчас воскликнул. «Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, за то, что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний. Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающаяся в помощи моей и защите». С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда долетали стоны. Проехав несколько шагов по лесу, увидел он лошадь, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, привязан был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати. И вот этот-то мальчуган и стонал. И стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар попреками и норовоучениями. «Смотри в оба, а язык держи за зубами!» – приговаривал он. А мальчуган прочитал. «Больше не буду, хозяин! Христом Богом клянусь, не буду! Обещаю вам глаз не спускать со стада!» Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул. «Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить! Садитесь на коня, возьмите копье!» Надобно заметить, что у сельчанина тоже было копье. Он прислонил его к тому дубу, к коему была привязана лошадь. «И я вам докажу всю низость вашего поступка!» Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспехами фигуру, перед самым его носом, размахивавшую копьем, подумал, что пришла его смерть. «Сеньор кавальера!» – вкратчивым голосом заговорил он. «Я наказываю мальчишку, моего слугу, который пасет здесь отару моих овец. Из-за этого ротозея я каждый день недосчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее, за плутовство. А он говорит, что я из скупости возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалования. Но я клянусь Богом и спасением души, что он врет!» «Мерзкий грубиян!» – воскликнул Дон Кихот. «Клянусь солнцем всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым копьем проткну вас насквозь. Без всяких разговоров уплатите ему!» «Не то, да будет мне свидетелем Всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на месте. Ну, отвязывайте его, живо!» Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу. Тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин. Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи реалов за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет 63 реала, и сказал сельчанину, чтобы он немедленно раскошеливался, если только ему дорога жизнь. На это испуганный сельчанин возразил, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех пар обуви, которые износил пастух, да еще один реал за два кровопускания, которые были ему сделаны, когда он занемог. «Это все так», — возразил Дон Кихот. «Однако вы ни за что, ни про что отхлестали его ремнем. Пусть же это пойдет в уплату за обувь и за кровопускание. Ведь если он порвал кожу на башмаках, которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, порвали ему собственную его кожу. И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете». «Беда в том, сеньор кавальера, что я не взял с собой денег. Придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему все до последнего реала». «Чтобы я с ним пошел», — воскликнул мальчуган, — «час от часу не легче. Нет, сеньор, ни за что на свете. Если я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу вроде как со святого Варфоломея или с кого-то там еще». «Он этого не сделает», — возразил Дон Кихот. «Я ему прикажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть только он поклянется тем рыцарским орденом, которому он принадлежит, и я отпущу его на все четыре стороны, и поручусь, что он тебе заплатит». «Помилуйте, сеньор, что вы говорите?» — воскликнул мальчуган. «Мой хозяин вовсе не рыцарь, и никакому рыцарскому ордену не принадлежит. Это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кентанар». «Это ничего не значит», — возразил Дон Кихот. «И Альдуда могут быть рыцарями. Тем более, что каждого человека должно судить по его делам». «Это верно», — согласился Андрес. «Но в таком случае, как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалование, которое я заработал в поте лица?» «Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь?» — снова заговорил сельчанин. «Сделай милость, пойдем со мной. Клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их не развелось на свете, что уплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с радостью уплачу». «Можно и без радости», — сказал Дон Кихот. «Уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали. Это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь той уже самую клятвою, я разыщу вас и накажу. Будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем ревностнее приняться за его исполнение, то знайте, что я доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных. «За семь оставайтесь с Богом, и под страхом грозящей вам страшной кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою». С этими словами он пришпорил арсенанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал «Пойди-ка сюда, сынок, сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг». «Я в этом немало не сомневаюсь, ваша милость», — заметил Андрес. «В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря, дай бог ему прожить тысячу лет. Он такой храбрый и такой справедливый, что если вы мне не уплатите, клянусь святым раке, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение». «Я тоже в этом не сомневаюсь», — сказал сельчанин. «Но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить». Тут он схватил мальчуга на за руку и, снова привязав его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив. «Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес. Посмотрим, как он за вас заступится», — сказал сельчанин. «Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел. У меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались». Однако ж, в конце концов, он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего защитника. Пастушонок с кислою миною удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ламанческого и во всех подробностях рассказать ему о том, что произошло, дабы он принудил хозяина заплатить сторицей. Как бы то ни было, Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое показалось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и в полголоса говорил «По праву можешь ты именоваться счастливейшую из всех женщин, ныне живущих на земле. О, из красавиц красавица, дульсинея табосская, судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ламанчский». Всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестокостью творила неправда. Ныне он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем не повинного слабого отрока. Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и воображению его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать. И в подражание им он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта. Росинант же не изменил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо в его конюшню. Дон Кихот проехал уже около двух миль, когда глазам его открылось великое скопление народа. Как выяснилось впоследствии, то были талецкие купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в сопровождении семи слуг, из коих четверо сидели верхами, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое приключение. Между тем, он задался целью по возможности действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того ради он вытянулся на стременах, сжал в руке копье, заградился щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал талецких купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге. Когда же те подъехали к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос. «Все, сколько вас не есть, не с места, до тех пор, пока все, сколько вас не есть, не признают, что сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанческая императрица Дульсинея Табосская». При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности купцы остановились. И хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако же им захотелось выведать у него из-под валь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался. И тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил, «Синьор Кавальера, мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину». «Если я вам ее покажу», возразил Дон Кихот, «то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту. А не то я вызову вас на бой, дерзкий надменный сброд. Выходите по одному, как того требует рыцарский устав. Или же, как это водится у подобного сорта людишек, верной и дурной своей привычки, нападайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу вас с грудью и дам надлежащий отпор». «Сеньор Кавальера», снова заговорил купец, «от имени всех присутствующих здесь вельмож, я обращаюсь к вам с покорной просьбой, чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слыхали. Будьте так любезны, ваша милость, покажите нам, какой не наесть портрет этой особы. Хотя бы величиною с пшеничное зерно. Ведь по щетинке узнается свинка, тогда мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удовлетворенными и в свою очередь не останемся у вас в долгу и ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею. И если бы даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочатся киновари сера, все равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие угодно достоинства. Подлая тварь, пылая гневом, вскричал Дон Кихот, это небесное создание истончает лишь амбру и мускус, и вовсе она не кривая и не горбата, а стройна, как ледяная игла гуадарамы. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы. С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы, на счастье дерзкого купца, Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону. Хотел встать и не мог. Копье, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал «Стоите, жалкие трусы, презренные холопы, погодите, ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня». Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копье, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноб пшеницы. Хозяева унимали погонщика, но погонщик хватал один кусок копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле. Рыцарь же, между тем, как на него все еще сыпался град ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов. Наконец, погонщик устал и купцы, на все время путешествия, запасшись пищу для разговоров, каковою должен был им служить бедный избитый рыцарь, поехали дальше. А рыцарь, оставшись один, снова попробовал встать. Но если уж он не мог подняться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что он счастлив. Он полагал, что это обычное злоключение странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был его конь. Вот только он никакими силами не мог встать. Уж очень болели у него все кости. Глава шестая. О втором выезде доброго нашего рыцаря Дон Кихота Ламанческого. В это самое время послышался голос Дон Кихота. «Сюда, сюда, отважные рыцари!» кричал он. «Пора вам выказать силу доблестных ваших дланей. Не то придворные рыцари возьмут верх на турнире». Пришлось прекратить осмотр книгохранилища и бежать на шум и грохот. Войдя к Дон Кихоту в комнату, друзья и домашние его обнаружили, что он уже встал с постели. Казалось, он и не думал спать. Так он был оживлен. По-прежнему шумел, безумствовал, тыкал во все стороны мечом. Его схватили и насильно уложили в постель. Тут он несколько успокоился и, обратившись к священнику, молвил. «Какой позор! Не правда ли, сеньор-архиепископ Турпин, что так называемые двенадцать пэров ни с того ни с сего уступили пальму первенства на турнире придворным рыцарям, тогда как мы, странствующие рыцари, три дня подряд пожинали плоды победы? «Полно, ваша милость, полно, любезный друг», заговорил священник. «Бог даст, все обойдется. Что упущено сегодня, то всегда можно наверстать завтра. А теперь, ваша милость, подумайте о своем здоровье. Сдается мне, вы очень устали, а может быть, даже и ранены». «Ранен-то я не ранен», возразил Дон Кихот. «А что меня избили и отколотили, в этом нет сомнения. Ублюдок Роланд бросился на меня с дубиной, и все из зависти, ибо единственный, кто не уступит ему в храбрости, так это я. Но не будь я Ринальд Монтальванский, если встав с этого ложа, я ему не отомщу, несмотря на все его чары. А пока что принесите мне поесть, сейчас я ни в чем так не нуждаюсь, как в пище. А уж постоять за себя я и сам сумею». Желание Дон Кихота было исполнено. Ему принесли поесть, а затем он снова заснул. Прочие же еще раз подивились его сумасбродству. В ту же ночь стараниями ключницы были сожжены дотла все книги, и те, что валялись на дворе, и те, что еще оставались в комнате. По всей вероятности, вместе с ними сгорели и такие, которые надобно было сдать на вечное хранение в архив. Но этому помешали судьба и неродение учинявшего осмотр. Недаром говорит пословица, что из-за грешников частенько страдают и праведники. Священник с цирюльником решили, что первое средство от недуга, которое владел их приятелем, это заложить и замуровать вход в книгохранилище, чтобы, встав с постели, он не нашел его. Если, устранить причину, то следствие может статься отпадут сами собой, а затем объявить ему, что некий волшебник вместе со всеми книгами похитил и комнату. И все это было осуществлено с великим проворством. Два дня спустя дом-киход встал с постели и прежде всего пошел взглянуть на свои книги, но не обнаружив помещение, в котором они находились, стал бродить и шарить по всем комнатам. Несколько раз подходил он к тому месту, где раньше была дверь, ощупывал стену, молча обводил глазами комнату. Наконец, после долгих поисков, он спросил ключницу, где находится его книгохранилище. Ключницу же научили, как должна отвечать. «О каком таком книгохранилище вы говорите, ваша милость?» в свою очередь спросила она. «Нет у нас теперь ни книг, ни хранилища, все унес дьявол». «Вовсе не дьявол, а волшебник», возразила племянница. «После того, как вы от нас уехали, ваша милость, на следующую ночь он прилетел сюда на облаке, спрыгнул с дракона, на котором сидел верхом, и проник в книгохранилище. Не знаю, что он там делал, только немного погодя, гляжу, вылетает через крышу, а в комнатах полно дыму. Пошли мы посмотреть, что он натворил, а уж ни книг, ни комнаты нет и в помине. Одно только мы обе отлично помним». Улетая, этот злой старик громко крикнул, что по злобе, которую он тайно питает к владельцу книг и помещения, он нанес его дому урон, и что урон этот впоследствии обнаружится. Еще он сказал, что зовут его Мудрый Муньятон. «Не Муньятон, а Фристон», поправил ее Дон Кихот. «Не то Фристон, не то Фритон», вмешалась ключница, «помню только, что имя его оканчивается на тон». «Так-так», подхватил Дон Кихот, «это один мудрый волшебник, злейший мой враг, он меня ненавидит, ибо колдовские чары и тайнопись открыли ему, что по прошествии некоторого времени мне предстоит единоборство с рыцарем, которому он покровительствует, и что несмотря на все его козни, я над тем рыцарем одержу победу. Оттого-то он всеми силами и старается мне досадить, но да будет ему известно, что не нарушить, не обойти предустановленного небесами он не властен». «Какие же тут могут быть сомнения?» воскликнула племянница. «Но только вот что, дядюшка, кто велит вашей милости лезть в драку, не лучше ли спокойно сидеть дома, нежели мыкаться по свету и ловить в небе журавля, забывая о том, что коли идешь за шерстью, гляди, как бы самого не обстригли». «Ах, племянница», воскликнул Дон Кихот, «как мало ты во всем этом смыслишь. Прежде нежели меня обстригут, я сам выщиплю и вырву бороду всякому, кто посмеет дотронуться до кончика моего волоса». Обе женщины, видя, что он гневается, решились более ему не перечить. Как бы то ни было, целых две недели сидел он спокойно дома, ничем не обнаруживая желания снова начать колобродить. И в течение этих двух недель у него не раз происходили в высшей степени забавные собеседования с двумя его приятелями священником и цирюльником, которых он уверял, что в настоящее время мир ни в ком так не нуждается, как в странствующих рыцарях, и что странствующему рыцарю суждено воскреснуть в его лице. Священник, полагая, что его можно вразумить не иначе, как пустившись на хитрости, в иных случаях спорил с ним, в иных соглашался. Одновременно Дон Кихот вступил в переговоры с одним своим односельчанином. Это был человек добропорядочный, если только подобное определение применимо к людям, которые не могут похвастаться порядочным количеством всякого добра. Однако ж мозги у него были сильно набекрень. Дон Кихот такого ему наговорил, такого наобещал и так сумел его убедить, что в конце концов бедный хлебопашец дал слово отправиться вместе с ним в качестве его оруженосца. Между прочим, Дон Кихот советовал ему особенно не мешкать, ибо вполне, дескать, может случиться, что он, Дон Кихот, в мгновение ока завоюет какой-нибудь остров и сделает его губернатором такового. Подобные обещания соблазнили Санчо Пансу, так звали нашего хлебопашца, и он согласился покинуть жену и детей и стать оруженосцем своего односельчанина. Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги, кое-что продал, кое-что заложил с большим для себя убытком, и в конце концов собрал значительную сумму. Кроме того, он взял на время у одного из своих приятелей круглый щит и, починив как мог разбитый свой шлем, предуведомил оруженосца Санчо о дне и часе выезда, чтобы тот успел запастись всем необходимым, а главное не забыл взять с собой дорожную сумму. Санчо дал слово, что не забудет, но, сославшись на то, что он не мостак ходить пешком, объявил, что у него есть очень хороший осел и что он поедет на нем. Это обстоятельство слегка озадачило Дон Кихота. Он перебирал в памяти, был ли у кого-нибудь из странствующих рыцарей такой оруженосец, который прибегал к ослинному способу передвижения, но так и не припомнил. Однако, в надежде, что ему не замедлит представиться случай отбить коня у первого же неучтивого рыцаря, который встретится ему на пути, и передать это куда более почтенное четвероногое, во владение своему оруженосцу, он позволил Санчо Пансе взять осла. По совету хозяина постоялого двора, Дон Кихот запасся сорочками и всем, чем только мог. Когда же все было готово и приведено в надлежащий вид, Дон Кихот, не простившись ни с племянницей, ни с ключницей в сопровождении Санчо Пансе, который тоже не простился ни с женой, ни с детьми, однажды ночью выехал тайком из села. И за ночь им удалось отъехать на весьма значительное расстояние, так что, когда рассвело, они почувствовали себя в полной безопасности. Если бы снарядили за ними погоню, то все равно уже не настигли бы их. Санчо Панса не забыл приторочить сумку и бурдюк, и теперь он, горя желанием сделаться губернатором обещанного острова, как некий патриарх восседал на осле. Между тем, Дон Кихот избрал тот же самый путь и двинулся по той же дороге, по какой ехал он в прошлый раз, то есть по Монтьельской равнине. Только теперь он чувствовал себя несравненно бодрее, ибо время было еще раннее, и косые лучи солнца не очень его беспокоили. Тут-то и обратился Санчо Панса к своему господину. «Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте, что вы мне обещали насчет острова, а уж я с каким угодно островом управлюсь». Дон Кихот ему на это сказал. «Надобно тебе знать, друг мой Санчо Панса, что в былые времена странствующие рыцари имели обыкновение назначать правителями завоеванных ими островов и королевств своих же собственных оруженосцев, а уж за мной дело не станет, ибо я положил восстановить похвальный этот обычай. Более того, я намерен пойти еще дальше. Прежде рыцари иной раз, а пожалуй, даже и всякий раз ждали, пока их оруженосцы состарятся, и лишь по прошествии многих беспокойных дней и еще менее спокойных ночей, когда тем уже не под силу становилось служить, присваивали им титул графа или в лучшем случае маркиза, и вводили их во владение землей или какой-нибудь захудалой провинцией. Если же мы с тобой будем живы и здоровы, то легко может случиться, что не пройдет и недели, как я уже завоюю королевство, коему подвластно еще несколько королевств, и какое из них тебе полюбится, тем я тебя короновав и пожалую. И пусть это тебя не удивляет, с рыцарями творятся дела необыкновенные, и происходят случаи непредвиденные, так что мне ничего не будет стоить, наградить тебя еще чем-нибудь сверх того, что я обещал. Значит, выходит так, заключил Санчо Панса, что если я каким-нибудь чудом стану королем, то Хуана Гутьерес, моя благоверная, станет по меньшей мере королевой, а детки мои инфантами. Кто же в этом сомневается, возразил Дон Кихот. Да я первый, отвечал Санчо Панса, «Ведь если бы даже Господь устроил так, чтобы королевские короны сыпались на землю дождем, и тогда, думается мне, ни одна из них не пришлась бы по мерке Мари Гутьерес. Уверяю вас, сеньор, что королева из нее нипочем не выйдет. Графиня это еще так, сяк, да и то бабушка надвое сказала. Уповай, Санчо, не на какую-то неведомую бабушку, а на Бога, сказал Дон Кихот, и он наградит твою жену тем, что ей более всего подходит. Ты же не роняй своего достоинства и готовься занять пост генерал-губернатора, а на меньшем ни в коем случае не мирись. Ни за что не помирюсь, государь мой, сказал Санчо. Такой важный господин, как вы, ваша милость, всегда сумеет выбрать для меня что-нибудь такое, что придется мне по плечу и по нраву. О славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в страшной и доселе неслыханной битве с ветряными мельницами, равно как и о других событиях, о которых мы небесприятности упомянем. Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля. И как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами. «Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса, вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов. Я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого. Трофеи же, которые нам достанутся, явятся основою нашего благосостояния. Это война справедливая. Стереть дурное семя с лица земли значит верой и правдой послужить Богу». «Где вы видите великанов?» спросил Санчо Панса. «Да вон они с громадными руками», отвечал его господин. «У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль». «Помилуйте, сеньор», возразил Санчо Панса. «То, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы. То же, что вы принимаете за их руки, это крылья. Они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова». «Сейчас видно неопытного искателя приключений», заметил Дон Кихот. «Это великаны, и если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой». С последним словом, не внемля голосу Санчо, который с великанами едет он сражаться, а вне всякого сомнения с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Рассенанту шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны, а потому, не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, что перед ним, хотя находился совсем близко от мельниц, громко восклицал «Стойте, трусливые и подлые твари, ведь на вас нападает только один рыцарь!» В это время подул легкий ветерок и, заметив, что огромные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул «Машите, машите руками, если бы у вас их было больше, чем у великана Бриорея, и тогда пришлось бы вам поплатиться!» Сказавши это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему выдержать столь тяжкое испытание, и, заградившись щитом и пустив Рассенанта в голоб, вонзил копье в крыло ближайшей мельницы. Но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня, и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный мах поскакал Санчо Панса и, приблизившись, удостоверился, что господин его не может пошевелиться. Так тяжело упал он с Рассенанта. «Ах ты, Господи!» воскликнул Санчо. «Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее? И что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы, кружатся в голове?» «Помолчи, друг Санчо», сказал Дон Кихот. «Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому же, я полагаю, и не без основания, что мудрый Фристон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, чтобы лишить меня плодов победы. Так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят пред силою моего меча. Это уж как Бог даст», заметил Санчо Панса. Он помог Дон Кихоту встать и усадил его на Росинанта, который тоже был чуть жив. Продолжая обсуждать недавнее происшествие, они поехали по дороге к ущелью лаписы, ибо Дон Кихот не мог упустить множество разнообразных приключений, какое, по его словам, на этом людном месте их ожидало. Одно лишь огорчало его, то, что он лишился копья, и, поведав горе своему оруженосцу, он сказал, «Помнится, я читал, что один испанский рыцарь по имени Диего Перес де Варгас, утратив в бою свой меч, отломил от дуба громадный сук и отдубасил и перебил в этот день столько мавров, что ему потом дали прозвище Дубас, и с тех пор он и его потомки именуются Варгас Дубас. Все это я говорю к тому, что я тоже намерен отломить сук от первого же дуба, который попадется мне по дороге, все равно обыкновенного или каменного, такой же величины, какой я себе представляю, долженствовал быть у Варгаса. И при помощи этого сука совершить такие подвиги, что ты почтешь себя избранником судьбы, ибо удостоился чести быть очевидцем и свидетелем деяний, которые впоследствии могут показаться невероятными. «Все все в руках божьих», заметил Санчо. «Я верю всему, что говорит ваша милость, только сядьте прямее, а то вы все как будто съезжаете на бок, верно от того, что ушиблись, когда падали». «Твоя правда», сказал Дон Кихот, «и если я не стону от боли, то единственно потому, что странствующим рыцарям в случае какого-либо ранения стонать не положено, хотя бы у них вываливались кишки». «Коли так, то мне возразить нечего», сказал Санчо, «но одному Богу известно, как бы я был рад, если бы вы, ваша милость, пожаловались, когда у вас что-нибудь заболит, а уж доведись до меня, так я начну стонать от самой пустячной боли, если только этот закон не распространяется и на оруженосцев, странствующих рыцарей». Дон Кихот не мог оруженосца, а затем объявил, что тот волен стонать, когда и сколько ему вздумается, как по необходимости, так и без всякой необходимости, ибо в рыцарском уставе ничего на сей предмет не сказано. Санчо напомнил Дон Кихоту, что пора закусить. Дон Кихот сказал, что ему пока не хочется, а что Санчо может есть, когда ему заблагорассудится. Получив позволение, Санчо со всеми удобствами расположился на осле, вынул из сумки ее содержимое и принялся закусывать. Он плелся шажком за своим господином и время от времени с таким смаком потягивал из бурдюка, что ему позавидовали бы даже малакские трактирщики, а ведь у них по части вина раздолье. И пока Санчо отхлебывал понемножку, у него вылетели из головы все обещания, какие ему надавал Дон Кихот, а поиски приключений, пусть даже опасных, казались ему уже не тяжкой повинностью, но сплошным праздником. Эту ночь они провели под деревьями. От одного из них Дон Кихот отломил засохший сук и приставил к нему железный наконечник. Таким образом, у него получилось нечто вроде копья. Стараясь во всем подражать рыцарям, которые, как это ему было известно из книг, не спали ночей в лесах и пустынях, тешись мечтой о своих повелительницах, Дон Кихот всю ночь не смыкал глаз и думал о госпоже своей Дульсинеи. Совсем по-иному провел ее Санчо Пансо. Наполнив себе брюхо отнюдь нецикорной водой, он мертвым сном проспал до утра. И не разбуди его, Дон Кихот, он еще не скоро проснулся бы, хотя солнце давно уже било ему прямо в глаза, а множество птиц веселым щебетом приветствовало наступивший день. Наконец, Санчо встал и, незамедлив глотнуть из бурдюка, обнаружил, что бурдюк слегка осунулся со вчерашнего дня. Это было для него весьма огорчительно, ибо он понимал, что в ближайшее время вряд ли могла ему представиться возможность пополнить запас. Дон Кихот не пожелал завтракать. Как уже было сказано, он питался одними сладкими мечтами. Они выехали на дорогу и около трех часов пополудни вдали показалось ущелье Лапесе. «Здесь, брат Санчо», завидев ущелье, сказал Дон Кихот, «Мы, что называется, по локоть запустим руки в приключения. Но упреждаю, какая бы опасность мне не грозила, ты не должен браться за меч, разве только ты увидишь, что на меня нападают смерды, люди низкого звания. Всем случае ты волен оказать мне помощь. Если же это будут рыцари, то по законам рыцарства ты не должен и не имеешь никакого права за меня вступаться, пока ты еще не посвящен в рыцаре». «Насчет этого можете быть уверены, сеньор. Я из повиновения не выйду», сказал Санчо. «Тем более нрав у меня тихий, лезть в драку, затевать перепалку, это не мое дело. Вот если кто-нибудь затронет мою особу, тут уж я по правде сказать на рыцарские законы не погляжу, ведь и божеские, и человеческие законы никому не воспрещают обороняться». «С этим я вполне согласен», сказал Дон Кихот. «Тебе придется сдерживать естественные свои порывы только в том случае, если на меня нападут рыцари». «Непременно сдержу», сказал Санчо. «Для меня это установление будет священно, как воскресный отдых». Они все еще продолжали беседовать, когда впереди показались два монаха-бенедиктанца верхом на верблюдах. «Именно на верблюдах, иначе не скажешь». Такой невероятной величины достигали их мулы. Монахи были в дорожных очках и под зонтиками. Двое слуг шли пешком и погоняли мулов, а позади ехала карета в сопровождении не то четырех, не то пяти верховых. Как выяснилось впоследствии, в карете сидела дама из Бискаи. Ехала она в Севилью к мужу, который собирался в Америку, где его ожидала весьма почетная должность. Монахи же были ее случайными спутниками, а вовсе не провожатыми. Но Дон Кихот, едва завидев их, тотчас же сказал своему оруженосцу, «Если я не ошибаюсь, нас ожидает самое удивительное приключение, какое только можно себе представить. Вон те черные страшилища, что показались вдали, это само собой разумеется волшебники. Они похитили принцессу и увозят ее в карете. Мне же во что бы то ни стало надлежит расстроить этот злой умысел». «Как бы не вышло хуже, чем с ветряными мельницами», заметил Санчо. «Полните, сеньор, да ведь это братья-бенедиктинцы, а в карете уж верно едут какие-нибудь путешественники. Право, ваша милость, послушайте вы меня и одумайтесь, а то вас опять лукавый попутает. «Я уже говорил тебе, Санчо, что ты еще ничего не смыслишь в приключениях», возразил Дон Кихот. «Я совершенно прав, и сейчас ты в этом удостоверишься». Тут он выехал вперед, остановился посреди дороги, и когда монахи очутились на таком близком расстоянии, что им должно было быть слышно его, громким голосом заговорил, «Бесноватые чудовища, сей же час освободите благородных принцесс, которых вы насильно увозите в карете, а не то готовьтесь принять скорую смерть, как достойную кару за свои злодеяния». Монахи натянули поводья и, устрашенные видом Дон Кихота и речами его, ответили ему так, «Сеньор кавальера, мы небесноватые чудища, мы бенедиктинские иноки, едем по своим надобностям, и есть ли в карете похищенные принцессы или нет, про то мы не ведаем». «Сладкими речами вы меня не улестите, знаю я вас, вероломных негодяев», сказал Дон Кихот. Не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и с копьем наперевес вне себя от ярости отважно ринулся на одного из монахов, так что, если б тот загодя не слетел с мула, то он принудил бы его к этому силой, да еще вдобавок тяжело ранил бы его, а может и просто убил». Другой монах, видя, как обходятся с его спутником, вонзил пятки в бока доброго своего мула и помчался легче ветра. Тем временем Санчо Панса мигом соскочил с осла, кинулся к лежавшему на земле человеку и принялся снимать с него одеяние. В ту же секунду к нему подбежали два погонщика и спросили, зачем он раздевает его. Санчо Панса ответил, что эти трофеи по праву принадлежат ему, ибо сражение выиграл его господин Дон Кихот. Погонщики шуток не понимали и не имели ни малейшего представления о том, что такое сражение и трофеи. Воспользовавшись тем, что Дон Кихот подъехал к карете и заговорил с путешественницей, они бросились на Санчо, сшибли его с ног и, не оставив в его бороде ни единого волоса, надавали ему таких пинков, что он, бесчувственный и бездыханный, остался лежать на земле. Перепуганный же и оторопелый монах, бледный как полотно, не теряя драгоценного времени, сел на своего мула и поскакал туда, где, издали наблюдая за всей этой кутерьмой, поджидал его спутник. А затем оба, не дожидаясь развязки, поехали дальше и при этом так усердно крестились, точно по пятам за ними гнался сам дьявол. Между тем, Дон Кихот, как уже было сказано, вступил в разговор с сидевшей в карете дамой. «Сеньора», так начал он, «Ваше великолепие может теперь располагать собою, как ему заблагорассудится, ибо заносчивость ваших похитителей сметена и повержена в прах мощной моей дланью. А дабы вы не мучились тем, что не знаете имени своего избавителя, я вам скажу, что я Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь и искатель приключений, прельщенный несравненную красавицей Дульсинеей Тобосскою. И в награду за оказанную вам услугу я хочу одного. Поезжайте в Тобосса к моей госпоже, скажите ей, что вы от меня и поведайте ей все, что я совершил, добиваясь вашего освобождения». Едва успел Дон Кихот вымолвить это, как один из слуг, сопровождавший даму, родом бескаец, видя, что Дон Кихот не пропускает карету и требует, чтобы они возвращались обратно и ехали в Тобосса, приблизился к нему и, схватившись за его копье на дурном костильском и отвратительном бескайском наречиях, сказал ему следующее. «Ходи прочь, кавальера, чтоб тебе нет пути, клянусь создателем, не выпускать карету, так я тебя убьешь, не будь я бескаец». Дон Кихот прекрасно понял его. «Если б ты был не жалкий смерть, а кавальеру, невозмутимо заметил он, я бы тебя наказал за твое безрассудство и наглость». Бескаец же ему на это сказал, «Я не кавальеру, клянусь Богом, ты врешь как христианин. А ну, бросай копье, хватай меч, будем смотреть кого кто. Бескаец, он тебе и на суше, и на море, и черт его знает где и дальго. Наоборот, скажешь, враль будешь». «Ну, это мы еще посмотрим», как сказал Аграхес, молвил Дон Кихот. Швырнув копье на земь, он выхватил меч, заградился щитом и с твердым намерением уложить бескаеца на месте бросился на него. Бескаец же, смекнув, что дело принимает дурной оборот, хотел было спешиться, ибо мул, на котором он путешествовал скверный наемный мул, не внушал ему доверия, но он успел только выхватить меч. По счастливой случайности он находился возле самой кареты. Воспользовавшись этим, он вытащил подушку и прикрылся ею, как щитом, а затем они оба ринулись в бой, как два заклятых врага. Те, кто при сем присутствовал, тщетно пытались их помирить. Бескаец кричал на своем ломаном языке, что если ему не дадут сразиться, то он убьет свою госпожу и всех, кто станет ему поперек дороги. Сидевшая в карете дама, пораженная и напуганная происходящим, велела кучеру отъехать в сторону и стала издали наблюдать за жестокой битвой, в пылу которой Бескаец так хватил Дон Кихота по плечу, что если б не щит, он рассек бы его до пояса. Восчувствовав силу этого страшного удара, Дон Кихот громко воскликнул. «О, дульсинея, владычица моего сердца, цвет красоты, придите на помощь вашему рыцарю, который в угоду несказанной доброте вашей столь суровому испытанию себя подвергает». Произнести эти слова, схватить меч, как можно лучше заградиться щитом и устремиться на врага, все это было делом секунды для нашего рыцаря, задумавшего одним смелым ударом покончить с Бескаецем. Решительный вид, с каким Дон Кихот перешел в наступление, красноречиво свидетельствовал об охватившем его гневе. А потому Бескаец почел за нужное изготовиться к обороне. Он прижал подушку к груди, но с места не сдвинулся, ибо ни туда, ни сюда не мог повернуть своего мула, который по причине крайнего утомления и от непривычки к подобного рода дурачествам не в силах был пошевелить ногой. Словом, как уже было сказано, Дон Кихот, высоко подняв меч, дабы разрубить изворотливого Бескаеца пополам, наступал на него. Бескаец защитился подушкой и тоже высоко поднял меч. Испуганные зрители с замиранием сердца ждали, что будет, когда опустятся эти мечи, сокрушительным ударом грозившие один другому. Меж тем, как дама в карете вместе со своими служанками призывала на помощь силы небесные и давала Богу обещание пожертвовать на все святыни и внести вклад во все испанские монастыри. Только бы он отвел от Бескаеца и от них самих столь великую опасность. Глава девятая, повествующая об исходе и конце необычайного поединка между неустрашимым бескаецем и отважным ламанчцем. Когда наши храбрые и расцвирепевшие бойцы взмахнули острыми своими мечами, то по их воинственному виду можно было заключить, что они грозят небу, земле и преисподней. Первым нанес удар вспыльчивый бескаец, и при этом с такой силой и яростью, что не повернись у него в руке меч, один этот удар мог бы положить конец жестокой схватке и всем приключениям нашего рыцаря. Но благая судьба, хранившая Дон Кихота для более важных дел, повернула меч в руке его недруга так, что хотя удар и пришелся ему в левое плечо, однако ж особого ущерба не причинил, за исключением разве того, что сорвал с левого бока доспехи и мимоходом рассек ему ухо и шлем. Доспехи с ужасающим грохотом рухнули на земь, и в эту минуту рыцарь наш являл собою весьма жалкое зрелище. Боже, ты мой, есть ли на свете такой человек, который мог бы найти подходящие выражения, чтобы передать гнев обуявшей нашего ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись? Нет, лучше прямо обратиться к рассказу. Итак, Дон Кихот снова пристал на стременах и еще крепче сжимая обеими руками меч, с таким бешенством ударил Бескайца наотмашь по подушке и по голове, что, несмотря на эту надежную защиту, у Бескайца было такое чувство, точно на него обрушилась гора. Кровь хлынула у него из носа, изо рта, из ушей, он покачнулся и, конечно, полетел бы с Мула, если бы ему не удалось обхватить его за шею. Но в это самое время ноги выскользнули у него из стремян, руки он растопырил, а Мул, напуганный страшным ударом, отчаянно брыкаясь, помчался вперед и очень скоро сбросился до канази. Дон Кихот с самым невозмутимым видом взирал на происходящее. Когда же бескаец упал, он соскочил с коня, мгновенно очутился возле своего недруга и, поднеся острие меча к его глазам, велел сдаваться, пригрозив в противном случае отрубить ему голову. Бескаец был так ошарашен, что не мог выговорить ни слова. И ему уж верно не поздоровилось бы, ибо Дон Кихот не помнил себя от ярости. Если бы находившиеся в карете женщины до тех пор в полной растерянности, следившие за потасовкой, не подошли к нашему рыцарю и не принялись неотступно молить его сделать им такую милость и одолжение пощадить их слугу. Дон Кихот же им на это с большим достоинством и важностью ответил. Прекрасные сеньоры, разумеется, я весьма охотно исполню вашу просьбу, но с одним условием и оговоркой. «Рыцарь этот должен мне обещать, что он отправится в город, именуемый Табосо, к несравненной доне Дульсинеи и скажет, что это я послал его к ней, а уж она поступит с ним, как ей заблагорассудится». Перепуганные и удрученные дамы, не вникнув в то, чего он от них требовал, и даже не узнав, кто такая эта Дульсинея, обещали, что слуга в точности исполнит его приказание. «Ну, хорошо, верю вам на слово», сказал Дон Кихот. «Больше я не причиню ему зла, хотя он этого вполне заслуживает». Субтитры создавал DimaTorzok»